Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и у нас сегодня в студии поисковик добровольческого поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Анастасия Филиппова. Здравствуйте, Анастасия! Добрый день! Вы занимаетесь поиском потерявшихся людей. Как не стать героем ваших поисков? Что нужно знать обычным людям, чтобы не потеряться? Если родственники заведомо знают, что есть в их окружении люди, способные потеряться, может быть, с деменцией, дети, допустим, то необходимо, конечно, таким родственникам в карманы вшивать записочки небольшие, то есть с адресом, с номером телефона родственника. Также очень хорошо помогают GPS-трекеры. Часы такие наручные, да, которые пишут трекер. Они очень хорошо помогают в случае, если близкий родственник куда-то ушел, не предупредив. А как, допустим, объяснять родителям детей, как своих предупреждать? Конечно, с детьми необходимо вести беседу о том, что... Ну, по поводу незнакомых людей, да, что с незнакомыми людьми мы не общаемся, не идем на контакт, не помогаем никаким дядям, тетям там с кошками и собаками и так далее. У нас в отряде Лиза Алерт есть такое направление, отдельная школа Лиза Алерт, которая непосредственно проводит в школах и детских садах, в старших подготовительных группах лекции как раз на эту тему. Как не потеряться и что делать в случае, если ты потерялся. Как поступить? Вот кратко можете рассказать? Ну, все, наверное, знают, что в случае, если незнакомый человек подходит к ребенку, да, мы все говорим своему ребенку, что нужно громко кричать. Очень хорошо помогает фраза «Не подходите, я вас не знаю». То есть привлечь внимание окружающих. Следующее – это должны быть разработаны такие некие правила, скажем, да, между мамой. Договоренность должна быть между мамой и ребенком, что делать в случае, если ребенок, допустим, отстал. Либо он остается на этом же месте и дожидается мамы, и мама возвращается, если она замечает, что ребенок отстал. Никуда не отходить. То есть находиться в этом же месте. То есть это должны быть внутренние какие-то обговоренности. На эту тему тоже проводятся лекции с родителями. А как поступить, допустим, если мы вдруг потеряли своего родственника? Когда бить тревогу? Куда обращаться? Вообще в первые же часы, как только пропал родственник, необходимо подать заявление в полицию. Многие считают, что как минимум трое суток должно пройти, что в полиции не примут заявление. Нет, этого правила нет, его не существует. Нет, полиция обязана принять заявление сразу. Если полиция не принимает заявление, тогда звоним на службу 112. То есть в любом случае заявление принять должны. Если вы позвонили на номер 112, то это уже как бы внегласно считается заявлением. Дальше вы звоните на горячую линию Лиза Алерт. Это 8 800 754 52. Звонок бесплатный, вы звоните, и уже по регионам направляют эти заявки. То есть она приходит к нам в регион, если это по нашему региону, и отряд уже дальше действует. То есть заранее вам звонить нельзя? Сначала все-таки в полицию? Да, обязательно должно быть заявление в полицию. Можно отступить от правил, но это крайне редко бывает, если это ребенок, и если это холодное время года. То есть вот тогда да. А как вы проводите поиски? Первоначально вообще, когда поступает к нам звонок, идет информационный, то есть сбор информации идет. У нас есть специально обученные люди этому. Они собирают всю информацию о пропавшем человеке. Общаются с родственниками, со следственными органами. И дальше уже, если подтверждается, что да, человек пропал, и нужна наша помощь, то ведется активный выезд. У нас есть рабочий чат, где все активные волонтеры присутствуют. Нам объявляют выезд, место сбора и штаба, и мы уже на это место выдвигаемся. Дальше уже на месте есть координаторы, которые делят людей на группы, и эти группы идут на свои задачи. А кто может участвовать в поиске? Кто может стать волонтером Лиза Алерт? Волонтером Лиза Алерт может стать любой желающий человек. Что для этого нужно? Для этого достаточно позвонить на номер горячей линии и сказать, что я хочу вступить в отряд. Дальше они уже отправляют по регионам, связывают с региональным представителем. То есть в каждом регионе есть свой региональный представитель. И они уже между собой договариваются, к чему человек может помочь. Но в любом случае, наверное, нужна какая-то подготовка для проведения поисков. Да, все новички, вступившие в отряд, проходят специальное учение. То есть проходит для них специальное учение. Как раз недавно в Канаше прошли учения для новичков. Где присутствовало около 30 человек. Чему учат, допустим, на этих учениях? Чем учили? Проходит обучение, работа с оборудованием. Это компас, рация, навигатор обязательно. Дальше обучают прочесу. То есть как проходит вообще прочес в лесу. То есть там в лесной среде. Как раз обучение было, как проходят поиски в лесной среде. Как работать на отклик в лесу, чтобы группы друг другу не мешали. Как проводить эвакуацию и оказывать первую помощь. До приезда скорой помощи. То есть это мы все обучают. Как раз на обучениях для новичков. Много волонтеров в нашей республике? И вот сколько по времени работает организация? Как она себя показала? Вообще в нашем регионе Лиза Алерт существует с 2017 года. В отряде сейчас около 80 поисковиков. Они по районам. То есть там часть в Чебоксарах у нас там около 30 человек. В Канажском районе около 30 человек. И АлатРа, по-моему, 5 человек, если не ошибаюсь. Вообще, если брать статистику за 2019 год, пропавших было 312 человек. А найдено было более 200. Из них 51 ребенок. Все найдены, все живы. И если брать статистику за январь. Январь, конечно, у нас побил рекорды. 41 заявка была. Из них было 8 детей. Нашлись? Семеро найдено живы. Да, один погиб. Какие поиски самые сложные? Любой поисковик, я думаю, скажет, что это детские поиски. Потому что дети – это самые непредсказуемые люди. И их сложнее всего искать. Потому что не знаешь, какие будут последствия. И каждый, кто в отряде, большая часть, точнее, волонтеров, они родители, у них свои дети есть. И переживают как за своих детей. То есть это эмоционально тяжело. Вот вы, Анастасия, когда последний раз выезжали на поиск? Я последний раз выезжала на прошлой неделе как раз на поиск. То есть это довольно часто происходит? Да. Ну вот в февраль, конечно, поменьше поисков было. Но это, да, регулярно происходит. Притом это может произойти в любое время суток. У нас больше, наверное, чаще ночные поиски. Мы больше вечернее время выезжаем. Почему-то родственники обращаются, то есть днем собственными силами пытаются искать, не получается. И ночью начинают бить тревогу, когда понимают, что уже родственник близкий, на улице ночью, холодно. Хотя, по идее, хорошо было бы обратиться заранее. То есть не нужно ждать, что пройдет время. То есть сразу. То есть вот только пропал, сразу же обращаться. А вообще достаточно в республике волонтеров? Или вам нужна все-таки помощь еще? Конечно, хотелось бы, чтобы ряды волонтеров пополнялись. Потому что чем больше людей, тем быстрее проходят поиски. То есть когда ресурсов не хватает, то это может растянуться не на одну ночь. А это человеческая жизнь все-таки. Потому что сейчас зима на дворе. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы количество волонтеров пополнилось. То есть зима – самый опасный период? Зима, да. И лесные поиски. А в лесу уже неважно. Это лето, зима, весна, осень. То есть это всегда опасно. Ну, я думаю, что из школьной программы все знают, что человек более трех суток не может без воды. На вашем сайте я прочитала информацию, что никакую денежную помощь вы не принимаете. А как можно помочь? Допустим, у человека нет времени выезжать на поиски, но очень хочет помочь. Да, действительно, мы не принимаем финансовую помощь. Но любой желающий может оказать свою посильную помощь. Кто-то может… Ну, у кого-то есть возможность помочь оборудованием, приобрести какое-то оборудование. У нас вот нехватка фонариков и аккумуляторов, допустим. Кто-то может делать рассылку в социальных сетях. Репосты те же самые, да, ориентировок пропавших людей. То есть для этого вообще не нужно быть волонтером даже. Да, да. Просто если есть возможность такая, то вот да. И сейчас у нас по регионам запустили топливные карты. Суть этих топливных карт в том, что поисковикам очень часто, точнее, постоянно требуется топливо, бензин. И, ну, чтобы выезжать на активные поиски. Все это мы приобретаем за свой счет. Чтобы как-то помочь отряду, любой желающий может перевести, ну, ту сумму, которую он может, да, на номер 7878. И эти деньги, они зачисляются на топливную карту. Потом этой топливной картой мы уже пополняем баки автомобилей, которые выезжают на активные поиски. Помогают люди? Помогают, да. Помогают. Угу. Спасибо вам, Анастасия, за это ваше доброе дело. И дай бог, чтобы люди находились живыми. Да, дай бог. Анастасия, за это ваше доброе дело.